Гориллы, киты и носороги Морские черепахи Едва ли среди моих зрителей найдется много преданных фанатов морских черепах, а ведь их стоит ценить. На планете осталось всего семь видов, два из которых находятся под угрозой исчезновения. Еще пару десятков лет назад этой угрозы не существовало. Но почему? Ведь в дикой природе у них почти не существует врагов. Только крупные птицы и ящерицы могут угрожать черепахам, да и то только в основном новорожденным. Вы ведь уже догадались, в чем дело, да? Основной ущерб популяции наносят люди. Именно они повинны в сбросе отходов и нарушении естественной экосистемы океана. Гориллы Вряд ли вы знали об этом, но в мире существует всего пять разновидностей горилл, и все они находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства или уничтожения их естественной среды обитания. Выделяются два особенно редких вида – речная и горная гориллы. Речных горилл осталось всего 300 особей на всей планете. В настоящее время зоозащитники пытаются всеми силами привлечь внимание к исчезновению этого рода, создавая по всему миру охраняемые заповедники. Шутка ли? За три поколения популяция горилл сократилась почти на 80%. Орангутанги К сожалению, гориллы – не единственный род приматов, который находится на грани вымирания. В этом списке числятся и орангутанги. За последние 75 лет популяция этих удивительных обезьян снизилась почти на 80%. Леса Борнео и Суматры, родные для этого рода, сейчас исчезают под неуклонным давлением цивилизации. Даже сегодня крупные стоярангутангов постоянно редеют, а причина тому – концентрация местных властей на перевозке обезьян в зоопарки и заповедники. Между тем, основной целью должно было стать сохранение лесов. Амурские леопарды Амурский леопард, также известный как восточно-сибирский, манчжурский леопард или барс, достаточно крупные млекопитающие, относящиеся к семейству кошачьих и к отряду хищников. Это одно из самых быстрых животных на планете. Взрослая особь способна развить скорость до 60 км в час. Да, это меньше, чем у самого быстрого гепарда, но все же больше, чем у Усейн Болта. У этих удивительных зверей сравнительно небольшой ареал обитания – восток России на границе с Китаем. Их способность адаптироваться к суровым зимам и жарким летним сезонам основывается на ночном образе жизни. Днем эти грациозные животные обычно дремлют в пещерах или тенистых подлесках. К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывается всего 50 представителей этого подвида. Сейчас вы видите животное, которое настолько близко к полному вымиранию, что о нем знают лишь немногие. Кто же это? Смотрите дальше, и вы узнаете ответ, а также увидите других животных, о которых уже совсем скоро могут остаться одни воспоминания. Суматранские слоны Суматранский слон – один из трех общепризнанных подвидов азиатского слона. Как ни печально, им тоже угрожает уничтожение естественной среды обитания. В дикой природе осталось всего несколько тысяч особей. В 2012 году подвид перешел из категории «редких» в категорию «исчезающих». Всего за одно поколение их популяция сократилась вдвое. В период с 1980 по 2005 год 69% потенциальных места обитания суматранских слонов исчезли, из-за чего большое количество взрослых особей было взято в неволю из дикой природы или убито. Кроме того, суматранские слоны являются объектами браконьерской добычи слоновьей кости, что лишь сильнее сокращает их популяцию. По оценкам ученых, в 19 веке популяция странствующих голубей, которые были распространены в США, составляла от 3 до 5 миллиардов особей. Эти голуби досаждали фермерам, уничтожая их урожаи. Фермеры стали бить тревогу. В городах при приближении странствующих голубей люди выходили с оружием от обычных карабинов до рогаток и атаковали вредителей. В конце 19 века против них стали использовать пулеметы, скашивая сотни птиц за раз. В итоге, всего в течение 40 лет миллиарды странствующих голубей превратились в миллионы. В дикой природе эти птицы исчезли в 1901 году, а последний странствующий голубь умер в 1914 году в зоопарке Цинциннати в США. Однако многие исследователи утверждают, что этот подвид не мог исчезнуть полностью. Возможно, он просто слился с другими подвидами. Саолы Саола – это вид парнокопытных семейства полурогих, открытый учеными только в 1992 году. В том же году вид получил научное название. Открытие Саолы стало сюрпризом для многих ученых. Мало кто ожидал, что в конце 20 века на Земле еще можно будет найти новый неизвестный вид крупных млекопитающих. Саолы обитают во Вьетнаме и Лаосе, а их ареал охватывает около 8 тысяч квадратных километров. Саолы – это закрытые и нелюдимые создания, поэтому о них известно не так много. Находки и фотографии этих животных остаются крайне редкими, так как это один из самых малочисленных видов полурогих в мире. Известно, что эти животные передвигаются поодиночке либо парами, что они пугливы и что активны в дневное время. Неизвестно, удастся ли ученым подробно изучить этот загадочный вид, ведь в природе осталось очень мало Саол. Оценки популяции весьма спорные, однако, по мнению большинства исследователей, их численность не превышает нескольких сотен особей. МСОП придает виду статус критически угрожаемых. Синие киты Синий кит часто становится главным героем многих программ о животных. Неудивительно, ведь это самое крупное существо на планете, и, к сожалению, одно из самых редких. В дикой природе осталось всего 10 тысяч особей. Кажется, что число немалое, но киты сильно страдают от изменений климата и состава воды. Точнее, страдает от этого их добыча. Если ваш привычный рацион внезапно мигрирует или поменяет свой химический состав, то это неизбежно повлияет на вашу жизнь, верно? Вот и это происходит с китами. Так что, если вы думаете, что экоактивисты борются исключительно за чистоту океана, вы не правы. Чистый океан поможет нам сохранить популяцию китов и многих других морских животных. Тигры Когда речь заходит о больших кошках, одними из первых на ум приходят тигры. Однако мало кто знает, что в дикой природе эти животные находятся на грани вымирания. Из девяти существующих сегодня подвидов, несколько находятся под настоящей угрозой. Самые редкие из них – южнокитайский и суматранский. Да, опять суматра. Дела там явно обстоят очень плохо. К сожалению, многие биологи утверждают, что южнокитайский тигр в дикой природе больше не водится. И доказательств обратного у нас нет. Последнюю взрослую особь видели еще в 1970-х годах. Едва ли лучше дела и у суматранских тигров, которые водятся в Индонезии. По данным ученых, их осталось всего около пяти сотен, а ведь еще в 1987 году их насчитывалось больше тысячи. Носороги Черные носороги – один из двух, наряду с белым, видов африканских носорогов. С 10 ноября 2013 года один из подвидов черного носорога, обитавший в Западной Африке, официально объявлен вымершим. Другой подвид, обитавший в Индонезии, на сегодняшний день сократился до 60 особей. А ведь когда-то эти мощные животные населяли равнины от северо-востока Индии до юго-восточной Азии. Черный носорог, как и все другие носороги, стал жертвой нелепого, ни на чем не основанного суеверия о чудодейственной силе рога. Хотя рог африканских носорогов на черном рынке стоит дешевле, чем рог азиатских видов, цена на него все равно так велика, что борьба с незаконным отстрелом очень трудна. В 70-е годы, в период быстрого роста благосостояния нефтяных монархий Персидского залива, много черных носорогов было добыто ради появившейся в этих странах моды на кинжалы с рукоятками из этого рога, которые считались обязательным атрибутом богатого араба. В наши дни носорожий рог уже не используется для подобных целей, но находит постоянный спрос в традиционной китайской медицине. Подобная торговля, конечно, давно объявлена вне закона, но браконьеров это не останавливает. Панголины Впервые увидев панголина, можно решить, что перед вами броненосец, однако это разные животные. Панголины – это ящеры, которые относятся к ряду плацентарных млекопитающих. В мире всего насчитывается 8 видов этих животных. Часть из них, 4 вида, обитает на территории Южной и Экваториальной Африки, а оставшаяся часть – в Юго-Восточной Азии. Каждый вид уникален по-своему. Хотите удивительную статистику? В год один панголин съедает около 70 миллионов насекомых. Неплохое приобретение для дачного участка, верно? Однако купить этого зверяка вам вряд ли удастся. Сегодня панголины оказались на грани исчезновения. Во многом это связано со слухами и суевериями. Их экзотический внешний вид послужил отличной приманкой для людей. К примеру, в Африке и Азии местные жители ловят их не столько ради мяса, которое по вкусу напоминает свинину, а по большей части ради чешуек, панцирей и кожи. К тому же их роговым пластинкам одни люди приписывают чудодейственную силу, защиту от нападения львов, а другие – защиту от колдовства и болезней. Что ж, а на этом все. Как вы считаете, удастся ли человеку сохранить этих исчезающих животных или нет? Пишите об этом в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр.